Всех приветствую, ребят! С вами Император Прайм и сегодня я бы хотел рассказать по поводу перков в игре War Thunder. Итак, ребят, с чего, в принципе, начинается Родина, да? Ну, сразу хочу отметить, есть разные пути выкачки перков, именно какие именно. В данный момент я попытаюсь вам подробно рассказать, что, как, куда и зачем, и что за что отвечает, в принципе. Итак, ребят, что мы выбираем? В принципе, экипажик. И погнали, короче. Так, есть, скажем так, по перкам основные, которые нужно выкачать, да? И второстепенные, которые, в принципе, на них как бы похрен. Опять же, изначально, когда я начал играть в War Thunder, многие говорили, мне надо качать полевой ремонт. Сразу полевой ремонт, или все, тебе кирдык, короче, ну, типа того. Поиграв в эту игру, я понял, что, в принципе, для меня полевой ремонт не является приоритетом. Поэтому сразу хочу отметить, что это мое личное мнение. И буду рассказывать логически, а вам уже выбирать. Итак, полевой ремонт. Что, в принципе, полевой ремонт? Вот, это очень важная такая штука, ребят, так как оно уменьшает вам, когда вы ремонтируетесь в бою. Это очень, конечно, важная тема. Вообще, даже спорить не буду. Полевой ремонт, ребят. Вот он находится, смотрите. Механик, водитель. Дальше у наводчика, у командира, заряжающего, стрелка. А, видите, вот, полевой ремонт. Вот, и всякая такая фея. То есть, везде. Он у меня практически везде выкачан, да, полевой ремонт. Но сразу вам скажу, что в первую очередь, вот прям в первую очередь, для меня самым важным является, и всегда было во всех танках, которые я только играл, если у тебя нету пушки, у тебя нету нихрена. Почему? Ну, по одной простой причине. Перезарядка, особенно у танков, ну, такая, большая. Особенно, что касается советов. Так как я начал с советов, ребят. И у них очень огромная перезарядка. Там ИС-3, ИС-4, вот это. Вот эти просто, ну, кошмар. Там, 26 секунд. То есть, вы представляете. Вас, мне кажется, 25 раз изнасилуют и все остальное. Вот. Вот. Поэтому для меня, в первую очередь, заряжающий. Я качаю заряжающий. Это заряжание орудия. Вы можете наблюдать. Вот. Время перезарядки. Освоено орудие. 7,1 в топе, ребят. Но. Для того, чтобы оно было в топе, не просто там выкачать заряжание орудия и все. Внимание. У командира лидерства выкачиваем параллельно, так же, одновременно. То есть, видите, в топе у нас 10% ко всему. Параметры в вождении, в наведении, в определении дальности, в заряжании орудия, точность цели указания артиллерии, время запроса артиллерии, радиосвязь, полевой ремонт, ловкость. Все это дает вам 10%. Вот. Поэтому и у вас будет перезарядка просто топ-топчик. Поэтому, в первую очередь, для меня это перезарядка, то есть, заряжание орудия и лидерство. Ну, а после, не спорю, это полевой ремонт. Полевой ремонт без него вообще просто не так, и к бабке не ходим. Это полевой ремонт сразу потом у всех. Но, есть второй путь. Вы можете начинать, так как мне люди советовали, выкачивать полевой ремонт, но при этом страдать огромным КД, ждать и очень долго ждать, и поворотливость, и танк, и все, короче, становится очень и очень печальным. Ребят. Вот. Поэтому выбирать вам. И я выбираю вот то, что я говорю мне в это в первую очередь. Я говорю, черт, если у вас нету пушки, у вас нету нихрена. Поэтому, по зоркости. Ну, зоркость, в основном, видите, какие фишки здесь. Здесь, безусловное обнаружение, обнаружение по направлению движения. То есть, данное умение влияет на дальность обзора экипажа танков на направлении корпуса танка. Чем лучше зоркость, тем лучше вы, как говорится, засветите врага. А если еще и у вас радиосвязь выкачана, вот как я выкачал, то вы еще сможете передавать ребятке именно в пределах, которые отображаются противниками, обнаруженный противник союзной команды. Вот. Вы можете передавать данные своим союзникам. Вот. Поэтому тут как бы все взаимосвязано. Не пытайтесь прям сильно голову ломать, сильно ничего такого. В первую очередь, то, что я вам сказал. Полевой ремонт. Следующие перки у всех, в принципе, ловкость и живучесть. Живучесть очень важная такая тема. Ну, честно, я скажу прям вот такое, прям что вы выживаете, прям критов там меньше. Я как-то не заметил. Честно, вот у меня живучесть здесь выкачана. Живучесть здесь. Здесь. То есть, вот немного тут не докачано. Ну, в принципе, везде выкачано. Честно, я вам скажу, вообще практически я разницы не почувствовал. Что я был без живучести, что с живучестью вообще как-то до лампочки. Мое мнение не знаю. Прям я не вижу прям. Если влупят в тебя, то влупят и все равно критуют все. Поэтому, что критуют? А критуют, ребятки, это, конечно же, или механика водителя, или наводчика. Поэтому, следующим, после полевого ремонта, я считаю, самым крутым идет, это ловкость. Вот. Этот навык влияет на скорость пересадки члена экипажа на место выбывшего, учитывая среднее значение умения по всему экипажу. При этом, что у нас дает? Эффект от квалификации и эффект от лидерства. Видите? Опять же, лидерство. Поэтому, эта штука, когда у вас вынесли механика водителя, или наводчика, вы, ребятки, можете быстро пересадить чувака, ну, то есть, такой круг появляется, значок, и идет загрузка. Чем меньше перк выкачан, тем он очень долго пересаживает. Даже если у вас пушка не критована, ну, примерно, заряжающий выведен из строя, и надо его заменить, и у вас очень долго... А стрелять-то вы можете, пушка у вас, к примеру, целая, а стрелять вы не можете. Поэтому, вот эта фишка, которая, видите, время замены выбывшего члена в топе 8 секунд. То есть, 8 секунд, то есть, наверное, ну, кроме 6-го ранга не берем, все танки до 5-го ранга КД просто заоблачные. Вот. Вот, только у средних танков там может быть в районе 8 секунд, и вас в этот, то есть, это прям вообще тютелька в тютельку, он заменяет, и вы можете сразу сделать выстрел. То есть, а у чувака, у которого будет 10 секунд КД, у вас еще и 2 секунды в запасе будет. То есть, вы можете быстро замену сделать и сделать выстрел. Просто сделать выстрел, и вы убьете таким способом врага. То есть, здесь настолько так все тонко настроено, что надо понять. Поэтому, в первую очередь, приоритеты я еще раз показываю. Заряжание орудия, лидерство, полевой ремонт и ловкость, ребят. Вот, везде она ловкость, везде выкачиваем, в принципе, ловкость. Хотя я изначально качал живучесть. По сути, она мне ничего не дала, такого прям офигинского. Вот. Ну и потом, конечно же, ребят, очень важно, я считаю, вождение. Может быть, даже и ловкость, и вождение вы выбираете сами. Но, честно, я, короче, как бы сказать, больше сначала вождение выкачивал. Вот, механик-водитель, честно объясняю, что такое тема механик-водитель. Это очень, это навык вождения, который влияет на скорость реакции при торможении. Выбор нужной передачи и т.д. и т.п. То есть, иногда надо вот очень прям поворачивать, иногда на танк на месте не сильно поворачивается. И вот этот перк вождения, он очень важен, потому что вам надо, к примеру, там, довернуть быстро корпусом вместе с пушкой. Вы поворачиваете корпус и пушку одновременно, все вот эти дела. И когда у вас вождение не прокачано, у вас только пушка, а корпус так хромает, хромает, потому что там передачи, все дела. Плюс при торможении, особенно у всех танков до 6 ранга, вот, только на 6 ранге там более-менее стабилизация там есть. Ну, некоторые танки есть тоже со стабилизацией, но мы их не будем сейчас все обсуждать. Вот, а большинство танков нету стабилизации. И вы когда останавливаетесь, и у вас такая вот раскачка, вы пока остановитесь. Конечно, блин, скиллом считаю это пристрелку, я часто так делаю, потому что, ну а что? Или тебя убьют, если ты видишь, к примеру, танк сведе, ну ты едешь на большой скорости, видишь, танк стоит, или он тоже двигается. И что я делаю? Я нажимаю на тормоз, останавливаюсь, и у меня дуло вниз. И вот, вот этот момент я ловлю, дуло вниз, и только оно вверх подымается, ну, в раскачка, да, вверх-вниз. И только вниз, и вверх подымает, и все. И я вижу приблизительно, что круг напротив него корпуса, или куда, и я сразу выстрел делаю. Потому что думаю, сейчас опять вверх, потом опять вниз, пока от этого установлено, он успокоится. Он меня убьет, короче, 10 раз. А если он еще и ставил сведеный, так это жесть. Это мне просто не один раз, я считаю, это скиллом не один раз спасало жизнь, чтобы вот так вот попасть, конечно. Да, тяжело, надо откатательное количество боев, чтобы так вот скиллом прямо с раскачки, прямо гасить чувакову. Но, тем не менее, это возможно. Не все сразу. Вот, сразу, конечно, не получится, потом бою много будет, и все остальное, все будет получаться. Но, тем не менее, вождение очень важная тема, ребят. Ну, как бы вот так вот. По полевому ремонту вам все ясно, живучесть ясно, зоркость, ребят. Ну, такая тема, что понятно, тоже нужна. Без нее никуда. Ну, что тут еще? Наведение. Ну, как бы, сведения как бы такового в игре не существует, сведения, но есть кое-что. Так, рассмотрим наведение. Что же такое наведение? Это орудие влияет на скорость и точность наведения. Опытный наводчик наводит орудие одновременно по вертикали и горизонтали. Неопытный это делает по очереди. Сначала вращает башню, потом устанавливает угол, возвышение орудия. То есть, наведение, ребят, очень тоже такая вот, ну, специфическое. То есть, видите, вот, скорость горизонтального наведения, скорость вертикального наведения. Вот, когда оно у вас не выкачено, все вот это горизонтальность и вертикальность, оно делается все по очереди. Ну, вот, да. Но, когда выкачено наведение, у вас это делается одновременно, ребят. Ну, все очень просто. Опять же, эффект от лидерства и от квалификации. Квалификации я еще перейду и все остальное. Есть же также такая штука, как дальномер. Определение дальности. Основно используется в аркадном режиме вот эта тема. Кто гоняет в аркаде, крестик-перекрестик, ребят. И, чтобы определить расстояние, чем больше выкачан этот перк, тем больше вы можете делать пристрелочку. И вам крестик показывает, на какую высоту можно поднять дуло, чтобы влупить, к примеру, врага. Вот, тут тоже все очень просто. Потому что, чем дальше враг, баллистика, траектория в основном, я бы не сказал, что прямо летят снарядики, а не более вот так вот сверху вниз, скажем так, падают. Вот такая вот, и надо задирать дуло, чтобы выстрелить. Поэтому определение дальности. Но опять это для аркады. Если вы РБшник, то пока вами не надо, но тем не менее, все равно придет время, когда надо будет его выкачать и все остальное. Что у нас тут по командиру? По командиру все то же самое. Зоркость, полевая ловкость, живучесть, лидерство, заряжающий, все те же фишки, короче, что и здесь. У остальных стрелок. Стрелок очень много всякой пигни тут. Одно из точных целей указания артиллерии, время запроса артиллерийского удара. Опять же, хочу сказать и отметить, что не у всех танков есть именно запрос артиллерии. В основном у тяжелых их нету. И у средних танков в основном это запрос артиллерии. Так само и в РБ и во всем остальном режиме. Поэтому, если у вас техника, например, если я гонял там на ИС-6 на премианом технике, да, ребят, то запроса нету никакого. И смысла качать вот это вот нету. Только если у вас премтанк, средний премтанк, вот, ребят, ну что-то вроде бы этого. Поэтому тогда вы можете вот эти вот перки и качнуть для запроса артиллерии. Это точность. То есть, у вас изначально такой круг будет, а потом он сужат. То есть, вы максимально точно можете влупить прямо по танку, который стоит. Ну и перезарядка, скажем так, артиллерии. Чем быстрее выкачано, тем быстрее перезарядка. И что у нас тут есть еще интересного? Это радиосвязь. Это навык влияет на расстояние, в пределах которых отображается противник. То есть, я уже вам говорил об этом перке, которая радиосвязь, которая именно передает данные. Вот. Передает данные и все, союзники в курсах. Если вы, конечно, там офигенский светляк. Вот самый такой бомбезный, один из бомбезных танк. Просто, к примеру, Т-114. Он очень офигенский светит. И тут может остановиться и прям через всю карту светить врагу, подсвечивать. Вот. И если у вас эта штука выкачана очень хорошо, вы можете также принимать данные. Так. Ну что. Тыловые службы. Ну, по тыловым службам тут все просто. Я и честно, изначально их вообще можно не качать. Короче, из самого начала можно вообще не качать. Такая беспонтовая тема, я считаю. Навык, механика, скорость ремонтной техники в ангаре и на аэродроме. То есть, когда вы не играете, вот такая тема, у вас время починки техники, написано всего там 5 дней, там туда 7 дней, 2 дня, в топе 2 дня, 15 часов, короче. Ну, вот. Ну, вот. Ранг ремонта. Навык механика. Максимальный ранг техники, для которого применяется умение техники. То есть, чем выше у вас экипаж. Вот видите, уровень экипажа. 125, 125 уровень у меня экипажа. В чем фишка? Есть квалификация, ребят. Квалификация на премиумной технике, там, по-моему, ну, короче, 30 тысяч там начинается. От 30 тысяч опыта. Ребят, вот видите, квалификация. Повысить квалификацию до эксперта. Ну, вот такая тема. Ну, она здесь у меня, так сказать, выкачена. Но, тем не менее, я продемонстрирую, в чем фишка. Даже не то, что продемонстрирую, а покажу. Вот, смотрите. Повысить квалификацию эксперт. Есть эксперт и есть ас. Все очень просто. Эксперт у нас, вы повышаете, у вас плюс 3. Вот, вот это очень важная тема. Если вы гоняете на технике, единственное, что вот эту фишку на каждой технике надо повышать. Например, вы играете там на 64-ке, а, или еще на каком-то. Повышаете вот эти вот все фишки, ребят, и у вас просто, ну, вот просто топчик. Все. Получается. Вот, видите, вот на ИС-6 у меня квалификации, я сейчас, к примеру, продемонстрирую. Да, вот так вот, наверное, сделаю. Так, сменить. Возьмем ИС-6. Вот так вот, так, экипаж, квалификация. То есть, видите, короче, в чем фишка. ИС-6 у меня от эксперт и ас. То есть, у меня ас, последняя стоит, видите. Все, оно у меня куплено. Но, тем не менее, вот, чтобы на 64-а, то, видите, какая фишка. Нужен миллион. У меня как раз полтора миллиона. И будет, вот, вот это вот дает просто офигенность. Вы прям не узнаете танк, честно вам скажу. Просто становится другим танк. Вот, просто. Плюс три ко всему, что есть. Танк поворачивает. Просто, да, начинает даже дрифтовать, ребят. То есть, начинает дрифтовать. Все вот эти моменты просто, ну, просто бомба. Также перезарядка и все вот это вот именно за квалификации. Ну, если вы хотите повысить, то, понятно, чем выше, тем... В общем, уровень надо в основном на 7,7 рейтинге. Где-то там 45-й уровень экипажа, чтобы можно повысить. Ну, и так, чем ниже там танк, тем там 30-й уровень экипажа. Ну, в принципе, сами увидите. Там вам будет писать, какой, что и куда уровень. Вот, ну, конечно, чтобы вот именно сделать из него аса. То есть, здесь, знаете, короче, какая фишка. Вот у нас повысить квалификацию эксперт плюс три. А вот чтобы... Я думал, тут плюс пять будет. Но на самом деле, видите, плюс пять написано все. Здесь на самом деле повышается плюс два всего лишь. Поэтому тут скажу сразу, что я тоже изначально как-то в заблуждении был. Но, тем не менее, вот это просто показывает с асом конечный результат. То есть, это плюс пять будет. Вот здесь еще, если вы купите за 2100 голды, Здесь, то есть, здесь надо просто львы, которые вы нафармили. И здесь уже плюс два за 2100. Ну, понятно, что чем меньше уровень, тем все это намного дешевле стоит. Например, возьмем экипаж вот этот. Квалификацию. Вот смотрим. Видите, короче, базовая ПС-4. А вот здесь надо уровень экипажа 45. 45 уровень экипажа. Ну, вот такая вот фигня. Вот видите, Т-28. Повысить квалификацию 10 тысяч стоит. То есть, чем выше танк, видите, вот тут уже 150 тысяч стоит. Ну, на самом деле, я вам скажу, даже за голду можно и не повышать экипаж до аса. Честно, хрен его знать. И с этим довольно очень неплохо. Поэтому не обязательно прям вам бабки вкладывать там и все остальное. Но, тем не менее, ваше решение. То есть, конечно, это уже шестой ранг. Тут 2100 голды стоит покруче. Ну, вам решать тут. Но вот это можно просто за обычные деньги, которые в игре. Плюс три и у вас танк... Ну, то есть, это точно надо делать. Чтобы танк был и превосходил врага во многом. Ну, как бы вроде бы так. Я вроде бы ничего не пропустил. Вроде бы ничего не пропустил. Да, вроде бы все. Ну, поэтому я думаю, последовательность вы как-никак запомнили. Я старался максимально рассказать. Хотя это можно было все вложить как бы в маленькое видео. Но, тем не менее, хотелось, чтобы игроки, которые не играли, не знали вообще как, что, куда, тут к чему, пытался максимально как-то рассказать. Если бы было, конечно, полезно, ребят, ставим лайк и подписываемся на канал. С вами был Интератор Прайм. До следующих обзоров. Да пребудет с вами сила. Всем пока.